Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян встретился с жителями Арцаха. Национальный совет Западной Армении приглашает на мероприятие, посвященное памяти Мисс Акаймирине Манушан. Изменение Конституции несет очень большую угрозу. Мы и наши фамилии. Битва при Араре. Забытые страницы армянской истории. Два исторических документа о районе Амшена. 27 января председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян встретился с жителями Арцаха. Участники обсудили проблемы, связанные со статусом перемещенных лиц. Социальные и правовые проблемы также обсудили ряд вопросов касательно их решения. В ходе встречи председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян отметил, что продолжит обращаться в Европейский суд по правам человека с просьбой возместить материальный и физический ущерб, причиненный семьям, вынужденной перемещенным из Арцаха. Офис Арменак Абрамяна принимает сбор заявлений и необходимых документов от граждан Арцаха. Напомню, в 2022 году Арменак Абрамян отправил около 40 заявлений от перемещенных лиц из Шуши. Судебный процесс продолжается. Ведь материал встречи председателя Национального совета Западной Армении Арменак Абрамяна доступен на платформе YouTube и Facebook Western Armenia TV. Национальный совет Западной Армении и Ассоциация армянских ветеранов приглашают на мероприятие, посвященное памяти Мисака и Мелине Манушан. Тема мероприятия – дух сопротивления во Франции. Встреча состоится 19 февраля в 18.00 по адресу галерея СТРЛ в Средиземноморском зале. Главный докладчик – председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян. Мероприятие состоится в соответствии с объявлением. Изменение Конституции, навязанное агрессивной риторикой вражеского государства, не может отражать чаяние всего армянства. Изменение Конституции, по сути, отменит Декларацию независимости. У армянского народа будет Конституция, которую для нас подготовит враг. Цель всего армянства – это восстановление исторической справедливости и суверенитет. На протяжении веков мы боролись и будем продолжать бороться за национальную идентичность, историческую справедливость, целостность и независимость Родины. С изменением Конституции Восточная Армения в очередной раз нанесет удар в спину Западной Армении и ее правам. Когда в политических целях или под давлением внешних факторов меняется Конституция, то это пробуждает у всех аппетит, и давление на государство усиливается в принятии новой Конституции, которая, очевидно, попытается решить проблему правового разрушения конституционных основ независимой государственности Армении, взятую на себя Москвой, Анкарой и Баку. В частности, отмена упоминания Декларации, принятой в 1990 году, отмена конституционного закрепления того, что Армения является суверенным государством, стирание следов истории государства, юридическое закрепление исторического наследия, отрицание упоминания исторического решения о воссоединении матери Армении с Арцахом от 1 декабря 1989 года, отрицание геноцида, совершенного против Армян и упоминание Западной Армении. Сто лет назад крепость Карс была сдана без единого выстрела, и на этот раз враги Армении руками восточной Армении, ложью и обманом, запугиванием, обусловленным поражением после сдачи Арцаха пытаются окончательно разрушить государственность Армении путем нового российско-турецкого разделения, что им не удалось сделать сто лет назад. Армения и Арцах есть, армянская нация как единство и идентичность не исчезла. Ценой самопожертвования и преданности, ценой совместной борьбы армянского народа. Фамилия может многое рассказать о предках армян, их социальном положении или роде занятий. Слово «фамилия» объясняется как название нации. В самом начале происхождения фамилии не было национальных имен. Люди жили небольшими группами и отдельно, хорошо зная друг друга. До появления фамилий армяне использовали генеалогические конструкции для развлечения людей с одинаковыми именами. Внук Райра, Айк, сын Минаса, Айк и так далее. Иногда человек получал прозвище, которым его называли вместе с именем. С появлением городов, когда ремесло отделилось от земледелия, также развивалась торговля и люди были вынуждены перемещаться из одного поселения в другое. Именно тогда возникла необходимость создания фамилии, поскольку людей уже нельзя было узнавать по характеристикам или по так называемым кличкам. В том время наряду с именами использовалось название местности, где родился данный человек. Например, Анания Шерекатси, Грикор Татэ Ватси и прочие. Вместе с именем использовалась его деятельность или профессия. Например, Макартыч Нагаш, Грикор Магистрос и прочие. Со временем, уже в древние и средние века, дворянские семьи в обязательном порядке имели фамилии. Арцруни, Аматуни, Мамиконянны, Рыштуни. Позже к фамилиям добавили родословность, к фамилиям были добавлены слова Азг, Тохм, Тун. Например, Арцрунянц, Тун, Мамиконянц, Тохм, Рыштунянц, Тохм. Прошли времена, жизнь начала диктовать свои законы и уже обычным людям также нужны были фамилии. То есть, несколько человек из одной нации или с поколения в поколение были настолько искусны в том или ином ремесле, что их начали называть по фамилиям и ремеслу. Например, Воскерчан, Хатстухан, Картащан. Особого внимания заслуживают фамилии жителей Западной Армении. Эта часть страны в какой-то момент стала частью Османской империи. Турецкий язык повлиял на создание многих армянских фамилий Западной Армении. Например, Демирчан произошел от турецкого слова Демирч, Кузнец. Буква Ч в фамилиях армян обычно указывает на ремесло, так как в турецком языке названия ремесел оканчиваются на Чи. Например, фамилия Бардакчан происходит от Бардакчи, Гончар. Приставка «Мелик» указывает на благородное происхождение армянина. Приставка «Тер», означающая «отец» или «господь», использовалась по отношению к духовенству. Отсюда происходят «Тер Матевосян», «Тер Петросян», «Тер Степанян» и прочие аналогичные фамилии. Восточный легион продолжал сражаться вместе с союзниками до освобождения Килики. После освобождения Килики в 1919 году Франция решила разделить Восточный легион на Армянский и Сирийский легион. Армянский легион был сформирован 1 февраля 1920 года. После фактического признания независимости Армении – Западной Армении 19 января 1920 года. Армянский легион должен был стать ядром будущей национальной армии в Западной Армении. Армяне Лос-Анджелеса также сыграли гуманитарную роль, помогая спасать и защищать тысячи армянских беженцев и жертв геноцида, бежавших из Западной Армении на Ближний Восток. Армянский легион также помог основать и содержать несколько армянских школ, детских домов и больниц в сотрудничестве с Армянским обществом помощи и другими организациями. Однако Армянский легион не достиг своей конечной цели – обороны и защиты независимого армянского государства на землях Западной Армении. После признания де-юре Армении в качестве независимого государства 11 мая 1920 года, Северский договор, подписанный 10 августа 1920 года, положил конец войне между союзниками и Турцией, которая своей ратификацией признала право армянского народа и Армении на независимость и суверенитет с целью создания армянского государства под эгидой Лиги нации. Однако этот договор так и не был реализован, поскольку был отвергнут турецкими националистами-террористами, которые развязали войну, сопротивление против союзников и армян. Турецким националистам во главе с Мустафой Кемалем Ататурком удалось разгромить армянские войска и оккупировать Западную Армению. Лозанский договор, подписанный в 1923 году, попытался найти решение путем создания армянского национального дома в Западной Армении в границах президента Вудра Вильсона, чтобы избежать начала новой войны с Турцией. Но даже это положение не было применено союзными и присоединившимися с державами, и этот армянский национальный дом был перенесен в Таллинскую область в Восточной Армении. В 1920 году армянский легион был распущен, а его члены разошлись по разным странам – Франции, Ливана, Сирии и Восточной Армении. Армянский легион – это замечательная и героическая глава в истории Армении, которая заслуживает того, чтобы ее помнил и чтил весь мир, и в особенности армянский народ. Армянский легион свидетельствует о мужестве, мастерстве и преданности армянских солдат, которые сражались за свою нацию и свое дело. Несмотря на непреодолимые препятствия и врагов, армянский легион также был символом армянского духа и самобытности, которые выжили и процветали, несмотря на геноцид и угнетение. Армянский легион стал источником гордости и вдохновения для поколений армян, которые продолжают бороться и добиваться справедливости, признания геноцида, совершенного против армян, во имя независимости и безопасности армянского государства. Армянский легион – это наследие армянского народа, которое не должно быть забыто. Два документа, обнаруженные исследователем Эролом Кетенджи в Османском архиве премьера-министра Стамбула, содержат очень важную информацию об общении омшенских армянах. Первый документ был написан 1 июня 1913 года. В документе, направленном Генеральным штабом Османской империи в Министерство внутренних дел того периода, отмечается жители некоторых деревень, расположенных в районе Амшена, села, названия которых даны мусульманами, перешедшими из армянской религии, известной как Амшен. Другой документ от 1 июня 1913 года является официальным письмом, направленным Министерством внутренних дел в губернаторство Трапзона. В письме отмечается «Население деревни, упомянутых в первом документе, хоть по происхождению и армяне, но они перешли в другую веру. Общая цель – запретить армянам Амшена поддаваться обману миссионеров из-за наивности и неграмотности». Полная статья доступна на нашем сайте westernarmenia.tv.com И в завершении новостей послушаем песню «Айрин Лик» в исполнении Ника Егебиана и Сусанны Петрусян. Песня «Айрин Лик» Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!